так ребята всем доброе утречка ну что ж я только что закончил работу и сегодня как видите еду на байке я что-то подумал что может быть неплохой формат иногда с вами общаться вот так на ходу на байке самого байка я буду снимать себя на телефон а основной вид на на экшен камеру с как вы видите с шлема ну что погнали еду домой чуть сегодня рабочий день затянулся немножко замечательная погода сегодня ночью ехал на работу шел дождь небольшой асфальт был полностью мокрый сейчас уже маленькие остатки только в принципе норм ладно погнали ой как хорошо так ну что рассказать я не знаю вы рассмотрите этот лог уже наверное не знаю воскресенье или субботу когда он у вас выйдет наверно воскресенье даже но у нас сейчас по сути пятница ждут выходные вообще собирался на тренировку поехать но тренировку не поеду я устал сначала отдохну дома потом потом съезжу вечером зеленый погнали пойду по асфальту не буду гнать велосипедки вот так что все хорошо все хорошо у нас заранее буду сбрасывать газ перед красным чтобы до последнего не рвать потом не тормозить вот зеленый загорается отдаем газку и валим дальше ой как хорошо было бы что все выходные такая погода была было бы вообще здорово четко что там в зеркалах у нас все нормально вот настроение замечательное все хорошо хотел заняться тем что хотел найти другую школу спорта дети по боевым искусствам потому что там вставка турова не ходит мне уже не нравится во первых мало тренировок а во вторых там какой-то режим стал стариновый и кабальные танцы вот но на неделе не нашел на это время боюсь что на этих выходных опять не будет Артем уже полгода ну да да месяца пять уже не ходит на бокс то у него что-то болит то у него школа то у него еще что-то меня это очень беспокоит надо надо как-то восстанавливать либо отдать им уже немножко другой профиль какого-то кейкбокс таких школ побольше потому что чисто боксерский школу очень мало во всем городе кстати такого мотоцикла как у меня я ни у кого не видел и вижу что на меня часто обращают внимание показывают пальцем что-то обсуждают людей удивляет на самом деле прикольная штука я еще думал вот сюда разместить колонку Артемкину которая у него это дебил скинье было бы четко включать музыку потому что мотор бесшумный и можно неплохо наслаждаться стоять не будем на штофоре у нас нет времени вот это и есть самые большие плюсы что ты не стоишь пробках а все время проскакиваешь а хотел себе парикмахерскую заехать она здесь кстати за углом что-то тоже уже лень не знаю но могу и завтра сгонять не проблема в общем в принципе если ездить только на работу на этом байке то мне хватало бы его на неделю четко вот вообще на неделю бы хватало при этом одна зарядка ничего не стоит абсолютно копеечная центы какие-то не знаю как там меня слышно не слышно ветер на улице а кстати не засек время сколько ехать не утром не засек не сейчас это зеленая кнопка она из общения в кассу стоит ее немножко цепляешь пальцем и она сразу сигналит причем очень громко вот но мне кажется я добираюсь по любому быстрее чем на машине это точно потому что я могу использовать всякие короткие пути объезды может быть это даже немножко нарушать так незначительно вообще здорово они все направо мы прямо почти как-то вот так вообще прелесть такое ощущение как будто весна и даже листья и черных деревьев есть видите у нас а сегодня 8 ноября вообще здорово если бы вся зима была бы такая я был бы самый счастливый человек и Таня тоже именно поэтому хочется в Испанию на самом деле никакой темы для обсуждения у меня с вами нет я просто тестирую каково было бы в таком формате провести влоги так поедем здесь здесь будет наверно проще каково было бы в таком формате проводить влоги иногда есть какая-то тема возникает зато я вам могу теперь показать полностью город немецкий город Ахен так сказать в реале как оно есть я вот не знаю могу ли я по правилам ехать по велосипедке наверное нет скорее всего но если я немножко выезжаю в принципе я наоборот даю возможность машинам ну чтобы я им не мешал объехать меня что ли просто я все равно немножко медленнее еду хотя у нас собираются с нового года по-моему или я не знаю когда ввести зону 30 во всем городе это будет кайф для меня но это будет ужас для машин 30 это типа связано с защитой окружающей среды не знаю даже точно вот 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 заодно снимаю себя на Huawei 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 что-то мутно как-то ничего не изменилось о мы уже снимаемся 10 минут 30 секунд полноценный влог сейчас выставь и все как делают популярные блогеры блоги ни о чем хотя мне кажется мне даже интереснее чем ни о чем да прокатились хоть у меня даже поворотники есть видите чик-чик все так просто еще еще зависит от того как ты ездишь на байке включен у тебя свет если используешь свет часто катаешься вечером ночью конечно батарейка садится намного быстрее мы с Миланой мы с Миланой ездили на неделе к моей маме вечером назад возвращались и у нас села батарейка ну вот уже она она не то что вот так и садится она так плавно пропадает мощность плавно-плавно-плавно-плавно потом ты уже можешь ногой помогать немножко подталкиваться ну вот чувак давай-давай-давай красавчик успел зато вы увидите примерно как и сколько вот стекло разбито сколько занимает как выглядит мой путь домой так машин нету пишите обязательно пишите обязательно как вам как вам такой формат так дизель стоит евро двадцать восемь литр за евро двадцать восемь я могу кататься сто двадцать восемь недель блин прикиньте вообще представляете себе в неделю евро реально уходит примерно на использование этого самоката ну окей там можно почитать конечно что тормоза изнашиваются еще то еще что то но это же не так глобально кстати новый двигатель на него он встроен в заднем колесе стоит 300 с небольшим евро и я думаю наверное что может мне придется его куда-нибудь поменять а самое дорогое здесь аккумулятор он стоит 400 с чем-то вот аккумулятор надо беречь правильно эксплуатировать правильно заряжать и тому подобные вещи так тут у нас помеха справа никого погнали все ребят мы дома короче вот такая вот дорога все увидимся дома не переключаемся не переключаемся кекс уже почувствовал что это я как он то понимает ой 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 кетя 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 халё шакси нихткерштей что ты местишь то помазала чем-то солнышко солнышко ой 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 как же как же тебя не обнять крещинку да ой как ты скучала надо обнюхать да где был где был спойм спойм у вас сегодня отходи от кассы здесь к нам пришла кати на процедуры чай кофе шоколадки актам нас обслуживал клей я опять открыть не могла какие длинные катюх ты какие оставишь не такие уж и длинные она где откалился обалдеть Ну покажется мало, знаешь как. Ясно, ладно я погнал за детьми, надо разобрать Тимурку с Миланочкой, заканчивается школа, Таня говорит, что они сегодня шли в школу и дети спорили, кого я сегодня заберу, и там чуть жестко, да, они спорили там между собой? Да, они поругались, даже поругались, в итоге мама сказала, что папа заберет обоих, потом спор начался за то, кого первого, ну в общем. Тимур сказал, что первого его, потому что Милану забирали вчера, я говорю, он вас обоих заберет, но Тимур отвезет первого, а Милана говорит, интересно, папа повезет Тимура, а я что пойду одна пока пешочком, и вам не жалко, что украдут бедную маленькую девочку? Ну и кажется, самая счастливая, наверное, Таня, потому что ей не надо ходить за детьми в школу. Раз и съездил, да, Таня? Да, мне не трудно, если честно. Главное прикол, что я хотел смонтировать влог, думал сейчас покушать, а меня накормил вкусным пловом, и думаю, сейчас покушай, поработаю над влогом. Блин, видите, я тут проснулся, а реально, реально как вырубился. Таня меня сейчас разбудила, говорит, поедешь с детьми, забери. Я говорю, блин, уже просто вот это вот к концу недели просто бум, и готов накапливается усталость. Сейчас нормально, сейчас заберу детей и займемся дальше. Еще хочу на тренировку, но на тренировку надо смотаться сегодня обязательно, выбрать какой-то момент. Обязательно. Погнали. Погнали. Миланка, покажи попку, покажи. Ты иди сидела, что такая грязная. О, лотерна. А когда лотерна будет? Не знаю. Террищи недели, по-моему, да? Красиво. Давай, собрай вещи, попьешь. Ну, села. Ты будешь здесь, Тимур? Сейчас приедет. Я лучше буду на руках. держать а то она улетит это латерна который будет гореть лампочка и милана будет с ней ходить на праздник святого мартина еще три дня а в понедельник до понедельник да наверно будет точно понедельник вечером приехали держи ой слушай вам она не тебе не сможет открыть она ногти делает мама тебе не сможет открыть она ногти делает идем почему белый цвет такой ты мешаешь отвлекаешь понимаешь захотелась девчонки сами спрашивают и не показываешь все готово у нас все готово белые и тут с блестками теперь нам нужно ехать в магазин покупать подарок для миланиной подружки я сказал что еще что-нибудь выберем ну что она заказала расскажи мне стой здесь она хотела разоцветные карандаши ножницы и фронтебух это вот такая задача это анкета до анкета до в магазине да он туда пойдем там фронтебух наверняка именно здесь будет такой как она хочет это фронтебух покажи это для каких-то больших девочек мне кажется а нету для помладше вот в милан и похоже мне кажется был и тебя похоже был да а вот и наш а вот и наш подарок да у миланы планы поменялись может так неси в ручках милан до машины донесем пошли быстрее у нас короче планы поменялись точнее у милана она сказала что это очень скучно карандаши ножницы фронтебух что нужно какую-то игрушку в общем то я снимала снимала влоги из магазина какой-то момент села батарейки даже не знаю записалось ли что-то у тебя села батарейка или камера у нас обоих поэтому если что-то нескладно имейте ввиду чтобы был еще кусочек а сейчас краткий обзор чё купила что купили на 70 евро на 70 евро в каусланде это на кино вечер с милана выбрала а я в рукула вот такие вида нет далеко стоишь вот такие так это что касается гадости теперь что касается нормальные хлебушек который мы обычно берем на бутеры фолькорн соленоземновой яички и кстати да я больше не заморачиваюсь по поводу био не мясо не яиц меня отпустило просто спрашивали в комментариях так это я тоже на кино вечер взяла вафли помидорочки редиска 2 пучка один пучок был 29 большого дела завтречу шампиненчики сыр сыр который запекается в духовке очень вкусный вот мы сашей балдеем свином если вообще вот так обезина не балдеем ну мы свином обычно нет мы балдеем еще с хлебом и с хлебом печеным тосты да и с ветчиной если он ананас была акция я купила две уже чищены колечками там все серединка вырезана евро 99 стоит обычно 3 так мандарины катя сегодня сказала мне что мандарины уже вкусные я решила проверить и взяла наверное килограмма два здесь 2.99 км кефирчик оладьи например ты же обычно берешь русский кефирчик нет я беру три кума пять нет ты берешь кефир калинка сегодня не было калинки три кума пять а полтора мне мало я люблю пожирнее сметанка которую мы обычно едим у нас еще есть просто мы в Калопласт не так часто ездим поэтому я беру куру еще раз показываю сметанка это вот эта вот сметанка сметана этой же фирмы творог творог потом я придумаю что это будет либо запеканка либо сырники либо ленивые вареники что-нибудь будет у нас еще можно да вот такой творог который не поел ни разу мы прошлый раз купили извиняюсь прошлый раз купили и так его не ели а что ты не ешь я вообще забываю что у нас в холодильнике бывает там что-то сзади лежит за холодильником и мы не знаем что потом находим уже когда оно испорчено у вас тоже так? у меня глаз сегодня дергается нервный тик это к сыру майонез сейчас в Калфланде появился русский майонез а кстати ты его пробовал уже? да он нормальный а ты делала с ним этот мясной салат и можно не ездить в русский магазин что реально хороший? да неплохой майонез по цене вот 79 центов стоит 180 грамм а сколько в русском вот я и не помню слушай кто-то стал производить да? этой фирмы русские вот эти вот вещи прикольно видишь и творог и сметану и все это фирмы в зале сливки сделаем из подливов Саша лучок по 39 центов вот этот пучок чеснок огурец но с угасами проблемы они все какие-то вот такие вялые называется такие ребрышки в зале нашла я думаю что это будет гороховый суп горох у меня уже есть теперь есть ребрышки гороховый суп будет? возможно называется музыкальный суп музыкальный потом в зале курина джиней сделать да? филе курица это к сыру это к сыру хамончик у нас на даче лежит пол ноги хамона а мы покупаем в кауфланде хамон как это объяснить Тань? объяснить тем что я купила горошек еще и еще майонез чтобы с запасом так же у нас закончилось масло растительное запасом потому что мы редко заезжаем в кауфлан я уже говорила сыр простой детский и порошок для посудомойки я в это раз купила порошок а не капсула потому что у нас посудомойка почему-то стало плохо растворять капсулы вот и все много или мало на 70 евро получилось? по-моему это вообще ни о чем в смысле вот полный вот полный вот это можно было купить за 30 евро не ну еще раньше извините да? в общем вот этот кусочек смотри допустим стоил 4,60 за килограмм 6 евро копченые ребрышки да все друзья у нас киновечер мы с вами прощаемся увидимся завтра всем пока пока ставьте лайки делитесь видео не забывайте это продвигает наш канал и улучшает качество всем спокойной ночи всем спокойной ночи Продолжение следует...